Кстати, совсем не обязательно сообщения должны быть проблемными. Приветствуются любопытные факты, как, например, видео, снятое на берегу Красноярского водохранилища. Месяц назад мобильный репортер из Багратского района рассказал о своей находке. Автор предположил, что запечатлел на камеру кости мамонта. В нашем эфире это увидели сотрудники Республиканского краеведческого музея и заинтересовались. Специалисты выехали на место, с ними отправилась наша съемочная группа. Репортаж Натальи Гармашовой. К началу декабря лед у берега залива Красноярского водохранилища рядом с селом Первомайское уже встал, а еще месяц назад здесь отлично можно было разглядеть дно и даже то, что оно скрывает. Прямо машину здесь же бросили на этом же месте, спустились вниз и хотели плыть рыбачить. Дима побежал и вот нашел костик. Вот здесь, внизу, прямо здесь. Причем не две, не три, а приличное количество костей разных размеров и форм. Что-то лежало под водой, что-то торчало из обрывистого берега. Рыбалку пришлось отложить и заняться археологическими раскопками. Когда отец с сыном собрали вместе все останки, поразились масштабу находки, вспоминает Сергей. Там вот, допустим, вот таких кольцей, по-моему, еще пару штук лежало в воде. Не все доставали. Ребенок принес сначала вот такую кость и говорит, я говорю, вот если бы ты бивень нашел, и он вторым заходом, когда побежал, раз, и бивень притаскивает. Я говорю, ну, наверное, тогда точно, мама. Когда привезли домой, думаю, ну, что с ними делать, выкидывать жалко. Думаю, а давай сейчас вот рубрика есть такая, мобильный репортер. Ну и решили отправить. Пять минут делов сняли, отправили. Видео заинтересовало телезрителей, среди которых оказались и сотрудники Хакасского краеведческого музея. Специалисты решили подробнее изучить находку, отправились в Первомайское. О, тут у вас вообще целый склад. Угу, фрагмент черепа я вижу. Так, а бивень, он бивень какой-то странный. Ну, кости, это кости мамонта. Я увидела фрагмент бивня. И вот он немножко такой загнутый, у нас другой. Мне показалось, что такой же, как у нас уже есть вот с этого места, с Первомайки. Мы посмотрим, сравним с тем, что у нас есть. Ну, на первый взгляд, это другой немножко бивень. А что касается черепа, то это просто замечательно, потому что у нас есть вот два фрагмента от двух черепов. Этот же, меньшего размера, вероятно, принадлежит детенышу мамонта. Специалисты пожелали не упустить шансы обнаружить что-нибудь еще. Осмотрели берег водохранилища. Тайны древней земли оказались буквально под ногами. Буквально вот здесь, это фрагментик, кусочек позвонка. А, это позвонок даже, да? Вообще территория Первомайского и Хакасии в целом уникальны. Здесь то и дело находят останки не только мамонтов, но и шерстистых носорогов, и бизонов, и пещерных медведей. Выходит, что более 10 тысяч лет назад эти древние животные бродили по нашей земле. Собранные фрагменты костей, имеющие огромную историческую ценность, сейчас хранятся в фондах Центрального краеведческого музея. Теперь уникальную коллекцию пополнит и эта находка. Если удастся, музейщики в будущем планируют воссоздать скелет мамонта и организовать отдельную экспозицию. Наталья Гармашова, Дмитрий Кузнецов, Вести Хакасия.